добрый вечер всем подписчикам решил сделать для вас обзор электрики а точнее освещение спидометра головного света заднего света и всего что с чем мы взаимодействуем когда ездим на мотоцикле ночью для тех кто впервые смотрит это видео напоминаю мотоцикл супер сока тисе модификация весна 2019 года и так что у нас с вами и себя представляет мотоцикл супер сока ночью очень интересная картина для начала посмотрим с вами ночные ходовые огни вот так они выглядят вблизи это светодиоды очень красиво выглядит также есть подсветка номера вот она сверху находится единственно что я сюда номер не ставил потому что для электрических мотоциклов он не нужен вот кстати если сверху смотреть на стоп-сигнал у него такой трехмерный эффект появляется такой ярко-оранжевый такой пурпурно-красный квадрат внутри прозрачной оболочки собственно также у нас есть передняя фара вот такая вот замечательная передняя фара у нас идет с с кольцом это дневной ходовой огонь он горит всегда а также когда мало освещения включается лампа ближнего света ближний свет довольно яркий вот этот светодиоды очень качественный очень красивый вот линза дает хороший угол засвета сейчас я вам покажу вот когда мы сидим на мотоцикле видим угол засвета так называемый свет и теневая граница пусть она у нас на расстояние где-то она начинается у нас на расстоянии трех метров и заканчивается метрах в 20 от мотоцикла вот спидометр вот тень точнее это та граница где света нет и дальше начинается свет и вот там вдалеке есть стена сейчас я включу дальний свет вот мы видим стены стена находится в 30 метрах даже чуть больше 30 метрах от меня собственно но все прекрасно видим вот я могу повращать рулем и собственно показать что происходит я отлично вижу находится вдали кстати по поводу дальнего света я могу включать его отключать по своему желанию а вот ближний свет я не могу отключать по своему желанию он горит всегда ночью также всегда горит габаритный огонь немножко расскажу как раз как это все включается у нас с вами есть пульты вот эти пульты и на правом пульте рядом с гашеткой акселератора у нас есть кнопочки переключатель который нас включает всегда свет горит у нас или автоматически свет горит когда темно собственно далее на левом пульте у нас есть переключение ближний и дальний свет вот мы видим внизу ближний по умолчанию всегда включен сверху дальний это происходит переключение смотрите вот как раз как раз видно становится засвет еще рядышком потому что линза у дальнего света имеет чуть чуть другое фокусное расстояние вот сейчас я вам покажу включаем дальний свет вот он дальний свет видим в 30 метрах от нас очень хорошая видимость вот как выглядит линза с включенным дальним светом то есть она практически вся светится вот эта нижняя часть этой фарами светится очень яркий хороший свет ровный поток качественная техника вот дальний свет чтобы люди не волновались что еще стоит сказать по спидометру по приборам вот такой вот у нас информатор информативный спидометр здесь собственно сверху мы видим вот это у нас единичка это у нас идет не передача режим езды единица означает что мы можем разогнаться максимально до 20 километров в час это ограничение на моторе вы выкручиваете гашетку в полный газ собственно едете 20 километров в час знаете очень удобно маневрировать на этой скорости на этой передаче по дворам когда вы приезжать по дворам вот далее собственно мы видим количество километров пробега так называемый range это расстояние по английски 55 километров пробега на первой передаче нам доступно чуть ниже вот под цифрой 55 мы видим 198 километров это уже общий пробег также мы видим под 198 55 процентов это заряд батареи оставшийся и рядом с ним справа такая шкала дугообразная с маленькой иконкой батарейки и в самом низу вот этого электронного табло мы видим градусник цельсия который показывает нам температуру батареи ну в данном случае с ним все нормально она не нагрета если же будет какая-то проблема то эта шкала будет расти благообразно вот по этой по вот этой вот части вот таким вот образом по вот этой части будет она расти собственно сейчас я переключаю на правом пульте режим вот смотрите вот переключается вот этот джойстик первый второй третий режим и давайте посмотрим что же будет меняться первый режим смотрим на табло первый режим 55 километров остаток хода заряд батареи 55 процентов второй режим 44 соответственно и третий режим 33 еще раз повторюсь первый режим ограничения 20 километров в час езда второй режим 45 километров в час и третий режим это полный газ нет никаких ограничений на максимально все равно мотоцикл мотоцикл едет в районе 75 километров больше он не разгоняется если в горку вы едете то это 60 65 смотря на сколько крутая горка вот или насколько пологая вот что еще стоит посмотреть поворотники очень интересные поворотники здесь собственно они выглядят вот таким вот образом вот они вот они в выключенном состоянии да конечно научу все это не очень хорошо видно вот еще вот еще в неосвещенном месте сейчас надо снимать в студии но постараюсь вам показать здесь три больших светодиода и они собственно сигнализируют когда вы поворачиваете куда-либо сейчас я включу вам поворотники и вы увидите поворотники включаются вот этим джойстиком на на левом руле вот этот джойстик то есть он аналогичен джойстику переключения передач на правом руле на правом руле на правой стороне руля вот слева здесь у нас переключение света а это у нас переключение поворотников и ради бога ночью не нажимайте на эту кнопку с дудкой это гудок вот я не буду нажимать и так включаем правый поворотник вот так вот ярко светит и посмотрим спереди спереди тоже очень ярко светит постараюсь вам показать светодиоды в поворотнике вы видите даже видно на машине отражается из того что еще светится ночью на вашем мотоцикле и на вашем будущем мотоцикле будет светить эта кнопка питания power вот она светится когда она включена вот так она красиво светится ночью когда вы ее используете также вы можете поставить мотоцикл в режим охраны напоминаю это кнопочка замка на брелке и вот сейчас мы выключаем мотоцикл смотрите сейчас он светится у него горит передние фары горит задний габарит уже стоп-сигнал вот мы видим спереди горит сзади горит все горит и и собственно мы выключаем мотоцикл как электроприбор видео придется наверное очень сильно поднимать яркость чтобы видно выключаем мотоцикл бам все он погас и теперь мы видим что кнопочка который здесь у нас находится кнопка питания она начала моргать это значит что мотоцикл находится под охраной если вдруг кто-то на него сядет или попытается на нем прокатиться человек подходит садится начинает считаться мотоцикл вот сработала сигнализация и кнопка начала светиться когда мы наоборот хотим сами сесть поехать сначала мы подходим к мотоциклу нажимаем кнопку разблокировать кнопочка загорается то есть мотоцикл нам сообщает о том что он готов к запуску и вот собственно мы положа палец на кнопку нажимаем происходит селф-тест систем и мотоцикл готов к выезду еще раз показываю вот я его сейчас выключил обратите внимание кстати когда вы выключаете его также с кнопки он ставится в режим сигнализации поэтому опять надо его разблокировать и уже теперь сейчас я вам покажу крупно прям приборную панель отлично все вот он просчитал заряд батареи просчитал километраж стрелка сделала круг отчеты по спидометру все мы готовы ехать садимся едем режим паркинг светится на табло и режим драйв сейчас мотоцикл стоял на подножке я на него сел собственно убираю подножку смотрим что происходит загорается надпись ради то есть я готов ехать все сейчас я утону ручку газа я поеду также можно переключать этот режим с помощью джойстика на руле как это делается сейчас я покажу кнопочкой как это делается у нас есть вот такая замечательная кнопочка красного цвета вот она и собственно смотрите я нажимаю на нее переключаю мотоцикл в режим паркинг или рейди то есть это вам поможет в том случае когда вы долго допустим стоите на светофоре вечером или днем без разницы потому что вы сможете просто выключить ход вашего мотоцикла и если случайно дернете гашетку то у вас мотоцикл не понесет от неожиданности вот так же смотрите вот сейчас я переключился в режим рейди и и я опускаю подножку пожалуйста у меня мотоцикл автоматически переходит в режим паркинг и собственно я уже могу просто оставить его собственно рядом на парковке на стоянке рядом с домом вот или с работы и отправиться по делам спасибо что смотрели не забывайте подписываться будут еще интересные видео по мотоциклу суперсока обязательно оставляйте ваши комментарии пожелания просто делитесь мнением об этом электронном транспорте спасибо за просмотр спасибо спасибо спасибо